Ну что, давайте продолжать. Продолжаем изучать некопатентные операторы. Значит, я напомню, что в прошлый раз мы обсуждали… Ну, во-первых, я напомню определение. Значит, оператор А называется нельпатентным. Если существует такое M натуральное, что А в степени M равняется просто нулевому оператору. Значит, это определение нельпатентного оператора. И в прошлый раз мы приводили такой пример. Мы выяснили, что в размерности 2 любой нельпатентный оператор, любой ненулевой нельпатентный оператор… представляется в подходящем базисе матрицей вот такой. Давайте посмотрим, как это можно по-другому переформулировать. Значит, если у нас E1 и E2 – это базисные векторы, то что можно сказать про вектор E1? Куда отображается вектор E1 моим оператором? В ноль. Да, значит, опять же, видно по… Видно по вот этой матрице, значит, здесь видно, что первый столбец нулевой. Это в точности означает, что первый базисный вектор переходит в ноль. А второй базисный вектор действительно переходит в первый базисный вектор. Опять же, видно по матрице, значит, что вот у нас образ второго базисного вектора, и это в точности первый базисный вектор. Значит, в матрице по столбцам написаны координаты образов базисных векторов. Значит, второй столбец матрицы – это координаты образа второго базисного вектора, и в данном случае это просто вектор 1,0, то есть это просто первый базисный вектор. Иными словами, можно было бы такую картинку сделать, можно было бы просто вот эту вот штуку переместить вот так. E2 отображается в E1, а E1 отображается в 0. Такая цепочка векторов. На самом деле, если у меня нашлись два вектора, которые таким свойством обладают в двумерном пространстве, то, значит, заведомо у меня, я могу просто их взять в качестве байсных векторов и получить матрицу такого вида. Значит, вопрос, который давайте я сейчас не буду даже обсуждать, просто предложу вам над ним подумать. Значит, вопрос такой. Единственным ли способом можно выбрать E2? Однозначно ли определен оператор E2? Предложу пока подумать над этим вопросом, а мы пойдем дальше. Значит, цель моей текущей, текущей кусочкой лекции такая. Я теперь хочу доказать, что в некотором смысле все они, патентные операторы, устроены как-то вот так, похожим образом. А именно, что есть какие-то вот такие цепочки векторов, которые они переводят в друг друга, а последний вектор переходит в ноль. Давайте, я сформулирую утверждение, которое я сейчас буду доказывать. Значит, утверждение такое. Пусть A, нильпатентный оператор. Так, ну давайте я как-нибудь буду одинаково писать. Если уж началось сегодня писать A красивое для операторов, то и дальше буду писать. Значит, нильпатентный оператор с единственным собственным вектором. Значит, давайте я этот вектор обозначу V. Или давайте я его обозначу V1. Тогда существуют векторы V2 и так далее, Vn. Н — это размерность нашего пространства, на котором мы живем. Значит, тогда существуют вот такие векторы, такие, что оператор A действует таким образом. Вектор Vn переходит в вектор Vn-1. Значит, V1 и так далее. Переходит в V2, переходит в V1, переходит в 0. Значит, вот здесь везде можно поставить оператор A над стрелочкой. Значит, есть вот такая цепочка векторов, которые вот так вот отображаются друг у друга. Значит, эти векторы оказываются линейно независимые. Значит, давайте я просто вот сюда напишу это. Линейно независимые. И можно их выбрать в качестве базиса. Значит, в базисе V1, V2 и так далее, Vn, матрица A имеет вид. Какой вид имеет матрица оператора A в этом базисе? Значит, ну, во-первых, первый базисный вектор, вектор V1, переходит в 0. Поэтому вот здесь, на первом столбце, должно быть написано столбец из нулей. Единица на верхней субдиагонали. Да, совершенно верно. Давайте посмотрим. Значит, второй базисный вектор, V2, переходит в вектор V1. То есть это означает, что вот здесь, на втором столбце, во втором столбце должен быть записан первый базисный вектор, координаты первого базисного вектора. Координаты первого базисного вектора – это вектор, который состоит из единичек, а дальше все нулей. Дальше. На следующем столбце, на следующем столбце, должны быть записаны координаты второго базисного вектора. Второй базисный вектор – вот такой. Ну, видно, что и так будет продолжаться дальше. Значит, как будет последний столбец выглядеть? Как будет выглядеть последний столбец? Значит, у нас последний базисный вектор переходит в базисный вектор VN-1. Да, значит, вот где должна стоять единичка? Вопрос, где она стоит? Смотрите, Фархад, если бы единичка стояла бы в самом низу, то это был бы энты-базисный вектор. То есть у вас энты-базисный вектор, и тогда бы просто сохранялся. Да, вот далее права. Значит, единичка, на самом деле, стоит вот здесь, а дальше стоит нуль. То есть вот такой вот этот базисный вектор. И действительно видно, что у нас возникает такая наддиагональ, которая состоит из единичек. Значит, по самой диагонали стоят нули, что, в общем, неудивительно для нелепатентного оператора. А, значит, наддиагональю стоят все единички. Вот такая матрица. Оказывается, в неком смысле, что любой нелепатентный оператор, ну, если у него есть единственный собственный вектор, представляется в виде вот такой матрицы. Значит, это то, что я хочу сейчас доказать. Понятно ли утверждение? Так, давайте попробуем его доказать. Доказательство. Значит, я буду доказывать, ну, по идее, я должен был это все дело доказывать по индукции, но я буду доказывать так, немножко неформально по индукции. А именно сделаю несколько первых шагов индуктивных, а потом скажу, а дальше и так далее. Давайте сделаем первый шаг. Значит, ну, совсем первый шаг такой. Мы точно знаем, что у нас есть единственный собственный вектор, вектор V1. Давайте мы... Кстати, сразу возникает вопрос. А что вы можете теперь сказать про ядро оператора A? Оно как устроено? Если у нас есть единственный собственный вектор, это вектор V1. Что вы можете сказать про ядро оператора A? Ну, я думаю, что это не просто. Значит, ядро — это все векторы, которые уходят в ноль. У нелепатентного оператора все собственные значения равны нулю. Единственный вектор, который является собственным, это вектор V1. Значит, ядро A устроено просто вот так. Это линейная оболочка вектора V1. То есть всевозможные векторы вида μV1, где μ любое число, допустим, комплексное число. Ну, потому что если бы был какой-то другой вектор в ядре, то у нас был бы... То этот другой вектор, если бы был какой-то вектор, который линейно независим с вектором V1, непропорциональный вектору V1, то этот вектор тоже отображался бы в ноль. Вектор, который отображается в ноль, это вектор с собственным значением ноль. Это собственный вектор. Но мы договорились, что у нас единственный собственный вектор. Это вектор V1. Поэтому никаких других нет. Значит, ядро действительно такое, и действительно размерность ядра... Значит, размерность ядра равна единице. Хорошо, это было первое такое наблюдение. Давайте действовать дальше. Значит, вот у нас есть вектор V1. Мы точно знаем, что вектор V1 отображается в ноль. Нет никакой проблемы с тем, чтобы найти первый байсный вектор. Теперь я хочу найти второй байсный вектор. Как я это буду делать? На самом деле есть два варианта. Первый вариант. Либо наше пространство одномерно, и тогда процесс закончен. Мы нашли первый байсный вектор, он переходит в ноль, и все, больше ничего нет. Либо наше пространство неодномерно. Тогда в нем есть векторы, которые не являются пропорциональными вектору V1. Давайте возьмем любой вектор, который не пропорциональен вектору V1. Значит, пусть, допустим, W1 это любой вектор, непропорциональный V1. Значит, вот так вот я это запишу. Мы точно знаем, что вектор W1 под действием оператора A. Рано или поздно, вот если мы возьмем вектор W1, под действием на него оператором A. На результат снова под действием оператором A. На результат снова под действием оператором A. И так далее. Рано или поздно он перейдет в ноль. Ну, просто потому что оператор A не эпатентный. Значит, давайте рассмотрим такую цепочку. вот у нас здесь есть где-то вектор w1 значит вот у нас есть вектор давайте я буду вектора обозначать точечками таким что у нас есть вектор в 1 вот он перешел в ноль вот нас есть вектор w1 он перешел куда-то, потом перешел куда-то, а потом перешел вновь. Значит, рано или поздно это случится, рано или поздно он перейдет вновь. Значит, это вектор w1, это вектор... Давайте я скажу, что вот у меня здесь неизвестно сколько шагов, но мне важна будет вот эта концовка. Значит, вот у меня есть вектор такой, вот так вот я скажу, что это у меня есть вектор w1, вот это есть вектор a на w1 и так далее. Каждая стрелочка — это действие оператора a. Значит, вот здесь будет какой-то a в какой-то степени l на w1, здесь будет a в какой-то степени l плюс 1 на w1 и в конце концов он перейдет в ноль. Понятно, почему перейдет в ноль? Почему? Если вы возьмете вектор, начнете вот так итерировать действия оператора a, то рано или поздно, рано или поздно, этот самый вектор, этот самый вектор придет в ноль. По нейлпатентности, да, совершенно верно. Просто потому, что мы знаем, что оператор a нелпатентный, это значит, что какая-то его степень просто все отображается в ноль. Значит, вектор w1 отобразится в ноль. Окей. Давайте теперь я сделаю вот что. Давайте я теперь скажу, что меня пока что вот это, это на самом деле вектор w1, не очень-то интересует. А меня интересует только вот эта часть моей картинки. Значит, я точно знаю, что вот эта часть существует, потому что... Ну, давайте смотреть. Значит, по крайней мере, точно существует вот эта часть картинки. Давайте так я скажу. Значит, точно существует вот эта часть этой картинки. Это означает, что вектор... Если бы вектор w1 сразу переходил бы в ноль, то тогда вектор w1 просто принадлежал бы вот этой линейной оболочке. Значит, если бы... Если бы а на w1 равнялась бы нулю, то w1 принадлежал бы ядру... А, то есть линейной оболочки вектора w1 противоречит с определением вектора w1. Ну, это означает, что, по крайней мере, у нас есть вот эта часть этой картинки. То есть вектор w1 мог бы начинаться отсюда, перейти сюда, а потом перейти в ноль. Или он мог бы начинаться откуда-то отсюда, сделать еще несколько шагов и так далее. В конце концов, перейти в ноль. То есть меня интересует сейчас только вот эта картинка. И давайте я поэтому сделаю так. Я скажу, что вот у меня есть вектор... Значит, вот эта часть картинки, которая так и была. Вектор w1, который переходит в ноль. И давайте я переобозначу. Значит, вот этот вектор. Я теперь назову вектором u1. Значит, здесь у меня есть вектор u1. Значит, про вектор u1 я утверждаю следующее, что он переходит в какой-то вектор ау1. А вектор ау1 переходит в ноль. Значит, вот такой вектор u1 точно существует. Теперь я хочу сделать такую штуку. Смотрите. Значит, что вы можете сказать про вот эти два вектора? Про вектор ау1 и вектор v1. Они пропорциональны. Совершенно верно. Значит, мы точно знаем, что ау1 принадлежит ядру оператора а. Так, надо мне, конечно, везде одинаково писать букву а. Значит, ау1 принадлежит ядру оператора а. Значит, почему ау1 принадлежит ядру оператора а. Потому что, видите, вот эту стрелочку. Она говорит, что вектор ау1, вот он, переходит в ноль. По определению, вектор, который переходит в ноль, принадлежит ядру. А раз он принадлежит ядру, значит, он пропорционален вектору v1. Значит, все вот эти вот точечки обозначают ненулевые векторы. Значит, если бы сам вот этот вектор был бы нулевым, то это бы означало бы, что вектор u1 сам лежит в ядре, и тогда вектор u1 пропорционален v1. значит, но мы это запрещаем. Значит, этот самый товарищ принадлежит ядру. Ну, почти, да. Почти так. Значит, сейчас давайте посмотрим, как это аккуратно делается. Идея действительно очень похожая, да, Владислав, на то, что вы сказали. Значит, смотрите. Во-первых, мое утверждение состоит в следующем. Теперь, если ау1 пропорционален v1, ну, давайте я запишу его в виде... Значит, ау1 равняется, ну, там как-нибудь... му1 на v1. Я хочу теперь поправить так вот этот вектор, вектор u1, так, чтобы он под действием оператора a переходил в v1. То есть я хочу вот эту вот цепочку, я хочу ее как бы достраивать вот в эту сторону. Вот так вот. И для этого я скажу следующее. Давайте я скажу, что вектор v2... Значит, вектор v2 — это такой вектор, который должен под действием оператора a переходить в v1. Как определить вектор v1? Значит, вектор v2 — это такой вектор, значит, я хочу... Хочу, чтобы вектор v2 под действием оператора a переходил в вектор v1. Как его найти? Я могу теперь явно выразить, что такое вектор v2. Значит, не совсем вектор u1, потому что вектор u1 переходит не в сам вектор v1, а в пропорциональный ему. А я хочу, чтобы прямо сам. Вектор v2 — это просто вектор u1 разделить на му1. Значит, здесь му1 не нулевой, опять же, мы предполагаем, что вот этот вектор не нулевой. Поэтому му1 не нулевой, поэтому на него можно поделить. Теперь мы имеем такую картинку. Значит, теперь у нас есть вектор v1, он переходит в ноль. И есть вектор v2, который переходит в вектор v1. Значит, вот мы доказали, что такой вектор v2 точно найдется. Таким образом обосновали вот эту картинку. Окей? Есть ли вопросы по этой части? Так, ну что, едем дальше. Теперь у нас есть два вектора. Опять же, у нас два варианта. Либо эти два вектора, причем они или иные независимы, они пропорциональны друг к другу. Значит, у нас есть два варианта. Либо эти два вектора порождают все пространство, то есть наше пространство двумерное, и на этом процесс заканчивается. Либо есть какой-то вектор, который не принадлежит их линейной оболочке. Значит, интересный второй случай. Давайте возьмем... Давайте я напишу. Либо все пространство v и процесс закончен, либо рассмотрим w2, не принадлежащий этой линейной оболочке. Значит, опять же, давайте посмотрим теперь на вектор w2. Он не принадлежит этой линейной оболочке, и какие есть варианты? Ну, во-первых, может ли так оказаться, что вектор w2 сразу переходит в ноль? Вот такая ситуация. Возможно? Невозможно. Почему? Почему? Почему такое невозможно? Значит, тогда бы принадлежал бы линейной оболочке. А кому конкретно он был пропорционален? v1. Значит, такая ситуация невозможна, так как тогда w2 принадлежит линейной оболочке вектора v1. Ну, просто он принадлежит ядру, значит, он принадлежит линейной оболочке вектор v1. Дальше. Другой вопрос. А вот так может быть? Значит, вектор v2, здесь вектор v1, здесь ноль, здесь вектор w2, здесь какой-то вектор и здесь ноль. Значит, вот так может быть? Такая картинка возможна? Аналогично нет, а почему? Тут так совсем легко, иначе пропорционален v2. Не факт, что он пропорционален v2. Не правда, что всякий вектор, который переходит в вектор v1, пропорционален v2. Например, вы можете к вектору v2 прибавить сам вектор v1. Например, вектор v2 плюс v1 непропорционален v2, но v2 плюс v1 переходит в вектор v1. Значит, но тем не менее, вот такая ситуация действительно невозможна. Значит, давайте я на всякий случай это напишу. Не всякий вектор, переходящий v1, пропорционален v2. Например, v2 плюс v1 переходит в вектор v1, v1 плюс 0, то есть v1. Но действительно, в этом случае v2 принадлежит вот этой линейной оболочке. То есть в некотором смысле вот этот пример, он все исчерпывает. Единственный способ, как можно переходить в вектор v1, это из вектора v2 плюс сам вектор v1 с каким-то коэффициентом. Давайте мы это докажем. Доказательство устроено так. Давайте посмотрим на следующую штуку. Значит, давайте в первую очередь посмотрим вот на эти два вектора. Значит, мы знаем, что они оба переходят в ноль, поэтому они пропорциональны. Давайте теперь сделаем такую штуку. Я хочу сделать так, чтобы они были бы равны. Значит, Фархад, почему она обязана принадлежать этой самой линейной оболочке? Сейчас я это как раз объясню. Значит, утверждение состоит в том, что это невозможно, так как в этом случае w2 принадлежит линейной оболочке v1, v2. И сейчас я это докажу. Смотрите, давайте вот что сделаем. Давайте заметим, что... Значит, a w2 уж точно равняется какому-то... Ну, давайте я обозначу его mu2 на v1. Там будет не нулевой коэффициент при v1, где i больше 2. Подействовать... Ну, фактически нам опять же нужно доказать, что... Нам нужно доказать, что мы таким образом... Ну, фактически нам нужно доказать следующее. Нам нужно доказать, что все векторы, которые при двух итерациях попадают в ноль, это в точности все векторы, которые являются линейной оболочкой вот этих двух. Ну, вот я сейчас пытаюсь как раз примерно это и доказать. Значит, давайте смотреть. Вот у нас есть вектор w2. Значит, мы на него подействовали оператором a, получили какой-то вектор, пропорциональный вектор v1. Давайте сделаем такое преобразование. Значит, mu2 не ноль. Давайте скажем, что меня сейчас интересует вектор w2'', который есть w2, разделенный на mu2. тогда w2' равняется... w2 разделить на mu2 равняется... mu2 v1 разделить на mu2 равняется v1. Давайте теперь вот в этой схеме заменим вектор w2 на вектор w2'. Значит, я просто заменяю вектор на пропорциональный im, никакие свойства, связанные с принадлежностью линейным оболочкам, от этого не поменяются. Давайте теперь я рисую такую картинку. Значит, у меня есть w2, здесь у меня есть w1, здесь есть ноль. Дальше здесь у меня есть w2'', и вот он переходит в вектор w1. Значит, смотрите, теперь что получается. Давайте посмотрим на вот эти два вектора. Они переходят в один и тот же вектор, в вектор v1. Давайте посмотрим на их разность. Значит, a на w2 минус w2', чему равняется образ их разности? Нулю. Конечно, нулю. Раз они переходят в один и тот же вектор, то образ их разности равен нулю. Ну, отлично. Но если образ их разности равен нулю, то из этого следует, что их разность принадлежит ядру оператора a. То есть это означает, что их разность равняется какому-то mu2' на вектор v1. Ну, из этого следует, что w2' равняется v2 плюс mu2' на вектор v1. Противоречие. Следовательно, w2' принадлежит нейной оболочке v1, v2. Это противоречие. Так, давайте я покажу все рассуждение покрупнее. Значит, смотрите, пока что мы доказали. Мы доказали, что существует такой вектор w2, что у нас есть цепочка длины как минимум 3, которая устроена так. Вот у нас где-то есть вектор w2, он переходит куда-то, потом куда-то, потом в ноль. Значит, мы сейчас это доказали. Мы доказали, что вектор w2 не может переходить в ноль ни за один шаг, ни за два шага, если сам вектор w2 не лежит вот в этой линейной оболочке. Минус должен быть. Да, спасибо, должен быть. Но он никак не влияет, потому что мое утверждение только про то, что w2' лежит в этой линейной оболочке. Какие коэффициенты, мне не важно. Пусть будет коэффициент минус μ2. Он никак не влияет, но хорошо, что вы заметили, что он тут должен быть. Так, хорошо, едем дальше. Значит, таким образом, картинка нашей сейчас устроена так. Значит, у нас есть вектор w1, у нас есть вектор w2, w2 мы его назвали, да? Который, значит, как-то вот так устроен. Значит, он делает сколько-то шагов, потом мы приходим сюда, сюда и вновь. Значит, давайте я вот этот вектор обозначу вектором u3. И теперь меня интересует только вот эта часть картинки. Значит, сам вектор w2, про сам вектор w2 можно забыть. Мы с помощью этого вектора w2 доказали, что у нас будет, по крайней мере, вот такая вот цепочка. Может быть, сам этот вектор u3, это и есть вектор w2. Может быть, вектор w2 переходит в вектор u3 за несколько шагов. Неважно. Просто теперь рассматриваем только вектор u3. Значит, теперь у нас есть вот такая картинка. То есть вектор w2 переходит в вектор w1, переходит в вектор 0. Вектор u3 значит, вектор u3 переходит в вектор w2. Сейчас, не так. Переходит куда-то. Дальше переходит куда-то. Дальше переходит в 0. Я снова хочу из вектора u3 теперь изготовить вектор w3, который просто перейдет в вектор w2. Как это сделать? Давайте смотреть. Во-первых, на самом деле мы уже сделали сейчас этот один раз, но давайте сделаем еще раз. Я утверждаю, что если мы просто перемасштабируем вектор u3, умножим его на какое-то число, то я могу заставить вот эти два вектора совпадать. Опять же, делается ровно точно так же. Мы говорим, что вот этот вектор пропорционален вот этому вектору. Значит, можно домножить этот вектор на какую-то константу, так, чтобы вот этот вектор просто совпадал с этим вектором. Значит, давайте считать, что я там сразу это сделал. И давайте считать, что у меня сразу эта картинка на самом деле выглядит не так, как я сейчас нарисовал. А, значит, умножением u3 на константу можно сделать... Значит, можно добиться того, что а квадрат u3 равняется v1. То есть картинка на самом деле выглядит вот так. Здесь v2, здесь v1, здесь 0 и... Вот так она выглядит. Здесь u3, здесь u3. Понятно, как это работает? Значит, мы эту операцию уже несколько раз проворачивали. Просто поскольку... Давайте я даже вот так вот картинку нарисую. Вот это один и тот же 0. Значит, поскольку вот эти два объекта переходят в 0, они обязаны быть пропорциональны в нашем случае. И это означает, что домножением всей этой цепочки на константу... Я беру вектор u3, домножаю на константу. Тогда вся эта цепочка домножается на константу. Я могу заставить эти два вектора совпадать. Могу заставить вот этот вектор совпадать с вот этим вектором. То есть моя цепочка пусть будет вот такая. А теперь я хочу склеить эту цепочку дальше по вот этим двум векторам. Давайте посмотрим, как это можно сделать. Опять же, значит, я использую то же самое рассуждение, которое я только что уже использовал. Значит, я знаю, что... Я знаю, что вот эта разность переходит... Я знаю, что каждый этих векторов переходит в v1, значит, их разность переходит в 0. Значит, их разность... А на ау3 минус... Сейчас, как я тут писал? В2 минус... Хорошо. Значит, v2 минус ау3 равняется 0. Следовательно, вектор v2 минус ау3 равняется, ну, какому-то мю3 на вектор v какой? Значит, v2 минус ау3 равняется мю3 умножить на вектор... Вот давайте кто-нибудь ответит, кто обычно не отвечает первым. Ага, да, вектор v1, да, отлично. Так, смотрите, я теперь утверждаю, что я могу поправить вектор u3 так, чтобы ау3 попадал бы точно в v2. Вот смотрите, сейчас что происходит? Давайте я перенесу... Значит, я сейчас перенесу вот эту штуку вот сюда. А эту штуку перенесу вот сюда. И получается такое утверждение. ау3 равняется v2 минус мю3 v1. То есть это означает, что мы почти достигли своей цели, ау3 почти попадает в вектор v2, но немножко ошибается. ошибается вот на этот вектор. Как можно исправить вектор u3 так, чтобы попадание было точным? Значит, я хочу теперь определить вектор v3. Я хочу его изготовить из вектора u3. То есть как это сделать? Как модифицировать вектор u3 так, чтобы избавиться от вот этой штуки? Значит, u3 разделить на мю3. Непонятно, зачем делить. Смотрите, если я поделю его на мю3, тогда... Ну вот, давайте посмотрим на ваше предложение. Значит, если я буду рассматривать u3 разделить на мю3, это что такое будет? Это будет v2 разделить на мю3 минус v1. Но это не то, что мы хотим. Значит, мы хотим, чтобы a на v3 равнялся бы v2. Вот такую штуку хотим. Значит, ваше предложение не работает. Согласны? Значит, у нас не получается. Если мы скажем, что v3 это вот такая штука, то не получается то, что мы хотим. Мы хотим, чтобы он переходил в v2. Значит, можно не только домножать на константы, а прибавить мю на v2. Да, совершенно верно. И это ровно то, что мы хотим сделать. Значит, положим v3 равное u3 плюс мю3 на v2. тогда а на v3 равняется ау3 плюс мю3 на v2 равняется ау3 плюс мю3 на v2. а на v2, а как раз равняется а на v2, а как раз равняется v1 за счет вот этой стрелочки. Значит, получается плюс мю3 на v2. То есть равняется v2. и так далее. То есть это означает следующее. Это означает, что я исправил вектор У3, добавил к нему немножечко вектора В2 с каким-то коэффициентом, и в результате вектор У3 стал под действием оператора А в точности отображаться в этот самый вектор В2. Ну, не вектор У3, конечно, а модифицированная его версия, которая называется В3. Так, давайте посмотрим, понятно ли это вычисление и это рассуждение? Так, народ, скажите чего-нибудь. Вроде понятно. Хорошо. Так. То есть мы построили теперь вот такую цепочку. Значит, у нас есть вектор У3, который переходит в вектор В2, который переходит в вектор В1, который переходит в ноль. А дальше я скажу, вместо аккуратного доказательства по индукции, я скажу магические слова и так далее таким же образом. Ну, действительно, как бы идея состоит в том, что вы всегда можете делать ровно такую же вещь. Вы всегда можете найти новый вектор, который не принадлежит пространству, порожденному этими векторами, если это пространство не исчерпало пространство вообще все. После этого вы можете точно такими же рассуждениями, как выше, доказать, что если такой вектор существует, то он должен где-то находиться, значит, то соответствующая цепочка должна быть длиннее, чем цепочка, которая у нас уже есть. Значит, как их искать в задачах, это отдельная история. Значит, ну, в принципе, можно и так. В принципе, мы предъявили довольно конструктивный алгоритм, с помощью которого можно это делать. Я не утверждаю, что он прям совсем оптимальный, но он вполне конструктивный. Значит, выбирается абы какой вектор, не принадлежащий этому, не принадлежащий этому линейному пространству. Ну, на самом деле, на практике вы можете написать абы какой вектор, он почти наверняка не будет принадлежать никакому подпространству заранее заданному. Ну, просто потому, что, представьте себе, что означает, что вы выбрали случайный вектор в всем пространстве и случайно попали на какую-то конкретную плоскость. Но вероятность такого события нулевая. Поэтому, как правило, если вы напишите абы какой вектор, то он будет как раз тем, который вам нужен. Значит, дальше. Понятно, что, если мы доказали, что он точно не принадлежит вот этому подпространству, значит, у нас есть какая-то вот такая цепочка. Значит, такая цепочка, такая, 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 и дальше в ноль. Да, сейчас я еще расскажу. Значит, дальше мы рассуждаем таким образом. Ну, вот давайте я, собственно говоря, сейчас попробую уже схематически, но пройти следующий шаг, заодно пройти по всем шагам, которые мы делали только что. Значит, смотрите. Итак, значит, у нас есть какой-то вектор, который не принадлежит нашему вот этому пространству. Значит, ну, тогда можно делать такую штуку. Во-первых, можно сказать, что от того, что мы на него подействуем оператором несколько раз, мы, в конце концов, попадем в ноль. Значит, видно, что вот эти два вектора пропорциональны, и можно просто домножением этого вектора, вот этого вектора, допустим, на константу, добиться того, чтобы эти два вектора совпадали. Значит, на самом деле можно вместо вот такой схемы нарисовать вот такую схему. После этого мы говорим «хорошо», но тогда давайте посмотрим на вот эти два вектора. Вот эти два вектора переходят в один и тот же вектор. Это означает, что их разность принадлежит ядру. Это означает, что их разность пропорциональна вот этому вектору. Дальше идея такая. Значит, если мы… Что теперь можно сделать? Ну, теперь можно подкорректировать вот этот вектор таким образом, чтобы вот эта разность стала бы нулевой. А именно, как подкорректировать? Ну, я должен к вот этому вектору… Значит, чего я хочу? Давайте посмотрим. Давайте я сделаю следующий шаг. Значит, вот у меня есть тут какой-то вектор U4. Значит, здесь это AU4. Здесь это A2U4. Значит, что известно? Известно, что A на V2 минус A2U4 равняется нулю. Следовательно, V2 минус A2U4 равняется какому-то мю4 на V1. Значит, A2U4 равняется V2 плюс мю4V1. Вопрос. Как модифицировать… Давайте, Николай, вы попробуйте ответить. Значит, как модифицировать… У4 так, чтобы A2U4, давайте U4 штрих, переходил бы в… В точности V2. Значит, вот сейчас у меня U4 переходит в V2 плюс вот эта штука. А я хочу как-то модифицировать этот U4 так, чтобы он под действием этого A2 переходил бы не в V2 плюс какая-то штука на V1, а в V2 в точности. Как можно модифицировать U4 так, чтобы вот это утверждение выполнялось? Значит, U4 равняется… Давайте посмотрим. Значит, U4 штрих равняется… Вы предлагаете… Значит, то ли минус, то ли плюс. U4 минус… Так, сейчас, где-то здесь я, может быть, знаком ошибся или не ошибся. Значит… Да, вот здесь должен быть минус… Вот здесь должен быть минус… Вот здесь должен быть минус… Да-да-да, я ошибся в знаке вот здесь, вот здесь должен быть минус… Тогда… Тут, видимо, должен быть плюс… Давайте посмотрим… Значит, вы предлагаете… То ли минус, то ли плюс… мю-4 на v2. Смотрите, в чем проблема. Если вы предлагаете мю-4 на v2, то когда мы под действием а-квадратом на этот мю-2, он под действием а-квадрата перейдет в ноль. И никакой поправки не создаст. Значит, вот так, как вы предлагаете, у меня будет а-квадрат u4' это будет а-квадрат u4 плюс мю-4 на а-квадрат v2. Но а-квадрат v2 это, смотрите, что такое. Это мы живем здесь, под действовали а-шкой, попали сюда, под действовали а-шкой еще раз, попали сюда. Ноль. Поэтому вот эта штука это просто ноль. И вы не поменяли эффект. Да. Вот мю-4 в-3 это хорошая идея. Значит, мю-4 в-3. Давайте проверим, что это действительно работает. Значит, а на у-4 штрих это а-квадрат на у-4 штрих это есть а-квадрат у-4 плюс мю-4 на а-квадрат v3. Значит, это есть v2 минус мю-4 на v1 плюс мю-4, но мю-4 на а-квадрат v3 это такая штука. Вот у нас был v3, мы на него подействовали а-шкой, получили v2, подействовали а-шкой еще раз, получили v1. поэтому эта штука будет как раз v1. И вот эти две, вот эти два слагаемых сократятся, действительно v2. Нет. Ну и так далее. Значит, теперь мы получили такую схему. После того, как мы сделали эту модификацию, у нас теперь такая схема. Вот у нас здесь есть v3, v2, v1 в ноль. И теперь вот этот кусочек выглядит вот так. Дальше можно, опять же, аналогичным трюком заметить, что вот эта разность переходит в один и тот же, вот эти два вектора переходят в один и тот же вектор. Это означает, что их разность пропорционально v1, значит, можно к вот этому вектору добавить вектор v2 с каким-то коэффициентом и заставить, значит, дорисовать эту цепочку вот так. Ну что, сделать этот шаг? Или понятно, как он делается? Хорошо. Если нужно сделать, я сделаю. Ну что, значит, дальше я пишу магические слова и так далее. Значит, отсюда мы переходим вот в такую же историю. Значит, мы нашли теперь вектор v4, который отображается в вектор v3, который отображается в вектор v2, который отображается в вектор v1, который отображается в 0 и так далее. Значит, так этот процесс можно продолжать до тех пор, пока все пространство не исчерпается. и видно, что мы таким образом постоянно надстраиваем нашу цепочку, получаем каждый раз на один вектор больше, который отображается в следующий вектор. Ну и так до тех пор, пока пространство не исчерпается. Какие-то простые части этого рассуждения могут вам пригодиться для решения каких-нибудь задачек. Поэтому полезно сейчас задать вопрос, если что-то непонятно. Хорошо. Давайте... Значит, я буду считать, что я эту теорему доказал. Формально нужно было что-то сказать аккуратно по индукции, но мне кажется, что если вы делаете несколько первых шагов и дальше вам понятно, что делать дальше, то это означает, что вы понимаете доказательства. Давайте я теперь сформулирую еще каких-нибудь утверждений. Смотрите, утверждения. Пусть теперь... Пусть оператор А имеет единственный собственный вектор. Тогда существует базис, в котором А имеет матрицу вот такое. Вот так вот. Доказательства. Доказательства. Кто может предложить доказательства этой теоремы? Лямбда собственное значение этого самого... Значит, где лямбда? Собственное значение этого самого собственного вектора. Кто может предложить доказательства? Да, значит, мы знаем из предшествующей лекции известно, что если А имеет единственный собственный вектор, то А представляется в виде лямбда Е плюс Н, где Н не патентный оператор. В прошлый раз мы также пользовались утверждением, что если вы к какому-то оператору добавляете лямбда Е, то вы таким образом его собственные векторы просто сдвигаете. Это не собственный вектор, а собственное значение. Значит, нетрудно заметить, что у оператора Н будет единственный собственный вектор, и это, собственно говоря, тот же самый собственный вектор, который был у оператора А. Давайте я это, может быть, поаккуратнее проговорю. Пусть В собственный вектор оператора Н. Но это означает, что НВ равняется кому? Значит, у нельпатентного оператора собственные векторы, это в точности векторы, которые переходят в ноль, потому что собственное значение у него только ноль. Значит, тогда НВ равняется нулю, тогда это означает, что АВ равняется лямбда Е плюс НВ равняется лямбда В. Следовательно, В это тот самый единственный собственный вектор оператора А. Значит, у Н существует единственный собственный вектор, значит, существует базис такой, что значит, существует базис V1 и так далее Vn такой, что n в этом базисе имеет вид вот такой. по только доказанному утверждению. Пусть C матрица перехода к этому базису. Как будет выглядеть матрица оператора А в этом базисе? Значит, ну давайте считать, что пусть в исходном базисе у оператора А была матрица вот такая А прямая. Тогда в новом базисе матрица оператора А имеет вид. Значит, нам нужно сделать вот такую штуку. Значит, нам нужно сделать вот такую штуку. Значит, нам нужно раскрыть скобки. А дальше вот эта вот штука во что превращается? Вот эта. она как была лямбда е, так останется лямбда е. Эту самую лямбда е, в каком бы айсе ни записывая, она всегда будет такой же. Плюс c-1 nc. А вот эта штука по выбору матрицы c, это как раз наша вот эта штука. значит, эта штука и есть вот такая матрица. Доказали. н ст в в в Есть ли вопросы по этому поводу? Идея такая, что если у нас оператор A представляется в виде вот такой вот матрицы, то если мы перейдем к новому базису такому, что вот эта матрица N представляется вот в таком виде, то в процессе этого перехода с вот этой добавочкой ничего не случится. В семинарах у вас есть похожая задачка про переходы к другому базису для такой матрицы, по-моему, есть. Либо вы это уже обсуждали, либо будете обсуждать сегодня. В любом случае, это рассуждение здесь и проведено. Когда вы делаете переход к другому базису вот в такой вот матрицы, это все равно, что вот эту матрицу оставить как есть, а для этой матрицы сделать переход к новому базису. Ну а у нас новый базис выбран так, что нелепатентный кусочек имеет такой вид. Ну, значит, вся сумма имеет вот такой вид. Скалярная плюс нелепатентная. Вот. Хорошо. Ну что, тогда, наверное, на сегодня все. Значит, давайте я скажу, что вот такая матрица, которая у нас получилась, называется жардановой клеткой. Зачем нужны жардановые клетки, я скажу в следующий раз. Уф. Окей. Смотрите, если нужна консультация, я сегодня свободен с трех до шести. Можете просто… я думаю, что я просто включу Zoom и пришлю ссылку на этот Zoom, всем приходите, обсудим, что хотите. Окей? Тогда до встречи всем, кто хочет на консультацию или до встречи во вторник всем остальным. Если надо будет, ну да, будут, но на следующей неделе тоже можно. Окей. Продолжение следует...